Вести.ру. Домен второго уровня в зоне РУ, в котором в разное время в новейшей истории России размещались три разных интернет-СМИ, был зарегистрирован 4 августа 1999 года на имя известного российского политолога Глеба Павловского, который совместно с известным интернет-деятелем Антоном Носиком в это время создал одноименную интернет-газету. До этого Носик сотрудничал с израильской русскоязычной газетой Вести. Вести Антона Носика, Вести.ру. Начали работу в сентябре 1999 года параллельно с изданием «Лента.ру». Они были созданы на базе издания «Газета.ру», выходившего с февраля этого же года под патронатом возглавляемого Павловским фондом эффективной политики. В конце лета 1999 года бренд и домен «Газета.ру» были проданы компанией «Юкос», которая организовала на их базе новое издание «Архив первой газеты.ру» доступен по адресу «Хаб.газета.лента.ру». Коллектив бывшей газеты.ру был дополнен на «Ленте.ру» стали публиковаться только новости, а на «Вестях.ру» только аналитика. Оба издания возглавил Антон Носик. В этом виде «Вести» выходили до октября 2000 года. Среди регулярных авторов – Антон Носик, Алексей Андреев, Максим Каноненко, Владимир Тучков, Светлана Мартынчик и другие. Архив первой версии доступен по адресу «Хаб.вести.лента.ру». Впоследствии Антон Носик и другие авторы частично описали эти события в автобиографической книге «Дорогая редакция» «Вести.Льва Бруни». В конце 2000 года Носик покинул пост главного редактора «Вести». В первоначальном виде перестали выходить. Вскоре «Фэпом» была создана новая версия издания под тем же названием, но с другим авторским коллективом и дизайном сайта. Главным редактором стал Лев Бруни. В этом виде издание выходило до лета 2002 года, когда все интернет-проекты «Фэпо» были проданы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. Архив второй версии доступен по адресу «Хаб.бруни.вести.ру.вести.ртр.вести.24». После получения контроля над доменом ВГТРК ликвидировала редакцию «Льва Бруни» и направила домен на сайт популярной новостной телепрограммы «Вести». Под контрольного ей телеканала «Россия», которая выходит с 1991 года, а ее сайт был открыт в 2001 году по адресу «Вестер.р.ру». Впоследствии адрес «Хаб.вести.ру» стал основным адресом и названием сайта. С 10 февраля 2004 года доменное имя получило официальную регистрацию в качестве электронного периодического издания «Вести.интернет-газета». В 2008 году после образования ГТРК «Вести» сайт превратился в портал телеканала «Вести» и радио «Вести.фм». В сентябре 2014 года сайт перезапущен с обновленным дизайном. 30 октября 2014 года главным редактором сайта назначен Николай Яниколопов, ранее работавший шеф-редактором программы «Вести.недели». Скандалы в ночь на 28 января 2014 года в аккаунте «Вести.ру» в социальной сети в Facebook в посте «Высказывание великих о Ленине», посвященное юбилею со дня его рождения, была использована цитата министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геппельса. Помимо Геппельса, в посте также были приведены высказывания других известных политиков и общественных деятелей середины XX века. Позже высказывание Геппельса было удалено из поста, однако его скриншоты сохранены пользователями социальных сетей. Копия поста в первоначальном виде также сохранилась в кэше Google. В тот же день в аккаунте было опубликовано следующее сообщение. Приносим извинения нашим читателям за некорректную публикацию. В связи с этим сообщаем, что сегодня СММ редакции дирекции интернет-сайтов ВГТРК уволены в полном составе.